Девчонки, всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня у нас обзор кухонной раковины. На самом деле шучу. Сегодня я хочу с вами поговорить о моих кистях. Хочу рассказать, как я за ними ухаживаю, как я их мою. Если вам интересно, оставайтесь со мной, поехали! Для начала я буду мыть кисти для лица, самые крупные. Здесь у меня кисти для пудры, для хайлайтера, для бронзера. Короче говоря, самые-самые грязные кисточки. Также здесь есть кисти для тонального крема, которые очень тяжело вымываются. Поделюсь с вами своими какими-то секретиками, как я мою кисточки и как я их вымываю именно вот там внутри. Потому что именно внутри кисти остается самое большое количество тонального крема. А вымывать его обязательно нужно. Мою я кисточки обыкновенным мылом для рук. Вполне прекрасно, замечательно себя кисточки чувствуют. Естественно, уже не первый год я таким образом мою свои кисти и все как бы с ними в порядке. Также я пробовала мыть кисточки шампунем для волос, пробовала какими-то гелями для душа. Ну в принципе один фиг, что ты простым мылом моешь кисточки, что мыть допустим каким-то гелем для душа или же шампунем. От шампуня мягче они становятся. Я как-то услышала в инстаграм у Марка Кауфмана, это российский визажист, также бьюти-блогер. Он говорил, что он моет обыкновенным мылом для рук свои кисточки и все как бы с ними чудесно и прекрасно. Также у меня есть вот такое вот смешное приспособление для мытья кистей. Очень удобно то, что здесь есть кармашек, можно себе одеть на руку и таким образом получается мыть кисточку. Берем кисточку и вот моем, собственно говоря. Итак, давайте приступать. Я обычно включаю тепленькую водичку, такую либо комнатной температуры, либо же чуть-чуть теплее, либо же вот как вы 36,6. Давайте начинать. Это моя самая любимая кисточка для бронзера. Она безумно-безумно мягкая, она очень легко набитая, она бронзер всегда наносит очень легко, растушевывает легко. Короче говоря, супер кисточка это кисть с Алиэкспресса. Также она очень-очень красиво выглядит. Так, мочу обычную кисть, затем беру мыло, мочу мыло. Вот таким вот образом я произвожу намыливание и мою уже с помощью вот этой вот силиконовой жулечки. Вот таким вот образом. В принципе, я надавливаю на кисть, чтобы внутри в кисти продукт тоже вымывался, смывался хорошенечко. Так, ну ее можно в принципе оставить. Затем я беру кисточку для румян, ну я ее использую в принципе для румян. Можно также для контуринга, для бронзера. Она в принципе такая универсальная довольно. Так, тоже мочу. Эта кисть у меня тоже с Алиэкспресса закос под Real Techniques. И я вам скажу, такой в принципе нехилый, рабочий, замечательный закос. Я не знаю, какой ворс у Real Techniques. Единственное, что скажу, эта кисть не менее мягкая. Она реально очень круто наносит румяна. Мягенько, тоже растушевывает шикарно. Ну, короче говоря, мне эта кисть очень нравится. Раньше я ее пользовалась также для контуринга. Тоже прекрасно с этим справлялась. Набирает она не так много продукта, потому что у нее ворс очень гладенький, очень такой скользкий, синтетический, естественно. Ну, короче, тоже кайф, довольна. Она у меня не лезет, она у меня нигде не расклеилась, не поломалась. Замечательно. Следующую кисточку я возьму от Beauty Bay. Это у меня кисточка Glow Up. Она предназначена для хайлайтера, но на самом деле я сейчас пользуюсь нею как кисточкой для пудры. Давайте параллельно мыть буду и рассказывать. Мне очень удобно наносить пудру под глазки. Она маленькая, она компактная и аккуратненько сможет нанести пудру. Тоже очень нравится эта кисть, мне ее довольна. Она очень круто наносит, в принципе, хайлайтер, но так же вот как для пудры прям бомбезно подходит. Следующая кисть у меня для пудры, это My Destiny. У меня есть обзор на канале. Ссылочку я оставлю внизу. Вообще постараюсь оставить все ссылочки на эти кисти, которые у меня есть. Если я их там где-то найду, эти ссылочки. Это кисть у меня для пудры. Я ее очень хорошо вообще так намыливаю со всех сторон. Она очень пышная. И так же мою ее на вот этой вот жулечке. Замечательная кисть. Она из кукурузного волокна. Очень клево наносит пудру. Очень классно ее распределяет. Наносит легкой такой тонкой вуалью. Поэтому с ней вообще проблем никаких нет. Первую партию, скажем так, я помыла. Для начала я вымываю вот эту вот жулечку. Затем беру кисточку и споласкиваю так же об эту жулечку. Потом просто хорошенечко промываю саму кисть. Я также ставлю ворсом кверху. И вот так вот прохожусь по самой кисти. Выжимаю, встряхиваю лишнюю воду. Обязательно. Также я проверяю в середине ворс, чтобы не было мыла, чтобы не было, короче говоря, таких пузырьков. Это значит, что кисточка в принципе готова к сушке. Помытые кисти я ставлю в отдельный такой вот контейнер, стаканчик. И туда, собственно говоря, складываю все остальные кисточки. В этой кисти есть проблема, то что в ней внутри остается мыло. Ее нужно очень хорошо промывать. Так что если вы себе будете приобретать такую же кисточку, имейте это в виду. Чтобы вы понимали всю мою маниакальность к мылу, я беру иногда кисточку и прикладываю к уху. Вот так вот делаю и слушаю, чтобы не было звучания пузырьков лопающихся. Короче, звучание мыла именно. Да, вот настолько я прям параноик. Давайте рассмотрим кисточки для тонального крема. Я безумно не люблю наносить тональный крем кистями, но я использую их немножечко в другом варианте. Ими очень удобно растушевывать кремовый контуринг. Это я ни разу не пробовала растушевывать, в принципе, кремовый контуринг. Надо попробовать, кстати. Но она довольно-таки неплохая для нанесения тонального крема. Это кисточка GESAP 104 номер. Для начала, конечно же, тщательно мочу со всех сторон. Затем хорошечно намыливаю. И причем надавливаю на кисть, чтобы она вот так вот расплющивалась, чтобы туда вовнутрь попадало мыло. Затем беру свою жулечку и хорошо надавливая на кисть, вымываю тональный крем. Вот чем эта жуля неудобна, тем, что когда у вас мокрые руки в мыле, она выскальзывает, к сожалению. Поэтому хочу коврик. Надо, знаете, так изощряться, чтобы ее удержать в руках. Затем я убираю лишнее мыло и проверяю, раскрываю ворсинки внутри, чтобы нигде не было тонального крема. Все, кисточка идеально чистенькая. Точно так же я делаю с вот этой кистью. Я этой кисточкой пользовалась всего лишь один раз. И считаю, что, в принципе, кисточки для кремовых продуктов желательно мыть после каждого использования. Но на самом деле не всегда это получается. Не всегда ты успеваешь, либо же забываешь. Ну, короче говоря, всякое у нас, девочек, случается. И используешь несколько раз. И, конечно же, с каждым разом туда забивается продукт. И потом намного сложнее ее помыть, нежели сразу же, как будто бы спонж вы бы помыли после использования. Споласкиваю я эти кисти точно так же, надавливая на жулечку. Потому что, опять-таки, повторюсь, там внутри есть мыло. Затем вот так вот раздвигаю ворсинки и туда заливаю прям воду. Так, у меня остались кисточки для лица. Это кисти для контурирования, кисть для хайлайтера от My Destiny. И вот такая вот G-ZAP. Кисточка для более детальной проработки. Написано, что это для кремового консилера кисточка. Да, соглашусь. Она синтетическая. Ней очень удобно наносить на все подвижное веко консилер. Ну и под глазками, в принципе, кто любит распределять кистями консилер. Очень кайфовые кисточки. Мои самые любимые. В принципе, сейчас тут показываю вам те кисти, которыми я чаще всего пользуюсь. Конечно, некоторая часть еще чистенькая, скажем так, и лежит там у меня отдельно в стаканчике. Но эти кисточки я буду мыть, в принципе, все тем же способом. Ничего здесь не поменялось, ничего нового вам не расскажу. Ребят, если вы заметили, я не парюсь по поводу рукоятки, по поводу фирула, по поводу корешка, кистей, клея и всего остального. Я мою кисточки так уже очень много лет. И с ними все прекрасно и все чудесно. Я не говорю именно за этот набор. Я говорю за все остальные свои кисти. Ничего не разваливалось. Развалилась только одна кисточка. Она с самого начала была хлипенькая. Вот такая вот для глаз. И то я ее как бы склеила там внутри. И все с ней чудесно и прекрасно. Вообще, я знаете, как отношусь к помывке кистей. Как к такой медитации. Я на самом деле очень не люблю это делать. Мне не нравится вот такая рутинная, скажем так, работа. Но тем не менее, надо за кистями следить. Надо их мыть. Потому что макияжи становятся со временем грязные. Я обычно себе включаю какое-то интервью. Я очень сильно люблю смотреть разнообразные интервью. С разными творческими и не только творческими личностями. И, короче говоря, стоишь себе спокойненько, моешь кисточки, не замечаешь. Особенно очень сильно люблю это делать сейчас ночью. Переходим к кистям для глаз. Давайте начнем с вот такой вот кисточки. От Заива. Это номер 221. Это кисточка для растушевки теней в складке века. Она безумно-безумно мягкая. Я очень люблю эту кисточку. Она мне была подарена на день рождения. Я ее ценю, люблю. Классные кисти у Заива. Я на самом деле не так много пробовала, в принципе, кистей от Заива. У меня была одна кисточка для лица, которую я успешно испортила и выбросила. Она была похожа на вот такую вот кисточку Кабуки. И как бы я ее успешно испортила, посушила феном синтетику. Никогда этого не делайте. Во всяком случае, близко не подносите сопла фена к ворсу. Иначе просто вашей синтетике придет смерть. Кисточки для лица на самом деле я мою немножечко поделикатнее. Тут уже вымывать особо нечего. Я опять-таки со всех сторон ее хорошенечко мочу. Намыливаю вот такими круговыми движениями растушевочными. Затем беру вот эту вот жулечку и уже по секторам прохожусь этой кисточкой. Каждый из секторов хорошенечко промывает кисть. Сначала в вот этих кругляшках тоже я особо не давлю на кисть. Легкими движениями касаюсь. Потом вот сюда вот уже погрубее, скажем так. И на вот этой вот части я вот таким вот образом прохожусь. Затем следующая растушевочная кисть. Это у меня G-Zap номер 221. Тоже для растушевки теней в складке века. Офигенная кисточка на самом деле. И она очень сильно похожа на заиву. Только чуть-чуть совсем пожестче. Но на самом деле разницу особо не заметна. Затем вот такая вот кисточка No Name. У меня есть отдельный обзор на канале с этим набором. Можете посмотреть. Ссылочку оставлю обязательно внизу. Вот она у меня расклеилась. Феру отклеился от рукоятки. Но как бы ничего страшного дала любимому. Он заклеил и все чудесно, все прекрасно. Она очень сильно жесткая. Там, если не ошибаюсь в обзоре, я говорю, что она классная. Но на самом деле, когда я приобрела кисточки от G-Zap, я поняла, что вот эта кисть очень жесткая. Но ей я тоже нашла применение. Я наношу этой кисточкой светлые оттенки теней под бровь. Эти кисти я полощу точно так же. Я промываю вместе с этой жулечкой. Давайте вот кисть-карандаш. Это G-Zap 231. Она у меня здесь и в коричневых тенях, и в красном пигменте от Анастасии Беверли Хиллс. Палетка от Нарвины. Ну, короче говоря, она у меня прям пострадала. И на самом деле Нарвина оставляет такой стейн на кистях. И это не очень прикольно. Блин, надеюсь, что сейчас кисточка не особо испортилась. Я ее несколько раз буду мыть, наверное. Потому что после пигмента кисти очень тяжело вымываются. Споласкиваю. Ну вот видно, что с первого раза кисточка вымылась, в принципе, от красного пигмента. И на самом деле я этому очень рада, потому что, блин, пигмент просто съедает кисть вообще. Затем я взяла вот такую вот малышку от G-Zap. Это номер 223. Это синтетическая кисточка маленькая. Я нею просто растушевываю черный карандаш, когда использую карандаш в качестве подложки. Очень круто с этим справляется. Очень удобная кисточка. Максимально детально получается нанести подложку. Короче, я прям от нее тащусь. И вообще все ее свойства и все ее достоинства я не понимала, пока вот не попробовала в нее, точнее, наносить подложку. Черный карандаш обычно очень плохо вымывается из кистей. Поэтому тут вот прям я очень хорошо прохожусь по этой жулечке сначала. Особенно вот здесь вот на вот этой ребристой поверхности. И только потом уже смываю мыло. Затем у меня идут все кисточки от My Destiny. Также вы можете сейчас видеть, что вот эта вот кисть у меня была в черных тенях и в черном карандаше, кстати. Вот эта вот кисть у меня была в синем пигменте тоже из палетки Narvina. И блин, они так круто вымываются. Реально эти кисти быстрее всего вымываются. Короче говоря, я прям ними очень-очень в этом плане довольна. Тут даже не надо, короче говоря, 300 лет я лозить по вот этой вот жулечке. Достаточно один раз там слегка совсем пройтись. И кисти уже, в принципе, вымыты. Все, буквально 2 минуты и кисточки помыты. Также, ребят, хочу вам рассказать про вот такую вот кисточку. Это мое недавнее приобретение. Она очень мягкая, классная. Это Vella U Blending Brush. Тоже для растушевки в складке века. Короче говоря, офигенная кисточка. Она так классно наносит тени. Она так классно их тушует. Просто бомбовская кисть. Тоже не теряет свою форму. Мегусенькая, мягчайшая. И точно так же легко наносит тени. Короче, просто суперская кисточка. Тоже Алиэкспресс. Затем я вот так вот сажусь поудобнее. И начинаю вытирать каждую кисточку. Хорошенечко. Кладу себе обычно полотенце на ноги. И вот так вот вытираю каждую кисть. Да, занятие это нудное. Но опять-таки под сериальчик. Либо же какой-то видосик. Заходит вполне себе нормально. Можете включать мои видео. И вот так вот ухаживать за своими кистями. Затем я на Алиэкспрессе заказала вот такую вот простую конструкцию. Это вот такой вот домик для кистей. Тоже такое браш-гарды. Это вот такая вот сеточка, в которую кладутся кисти. Допустим, вот такая большая сеточка. Мне надо кисть для пудры поместить сюда. Легким движением руки мы одеваем нашу кисть. Все. Вот так вот у меня сушатся кисточки. Я беру вот эту вот хитрую конструкцию. Нахожу здесь самое большое отверстие. И снизу я запихаю кисточку. Вот так вот эта вся конструкция выглядит. Итак, девочки, вот так вот выглядит вся эта конструкция. И вот так вот переворачиваю. И все. Вот таким вот образом у меня сохнут все мои кисти. Те кисти, которые, допустим, не влезли, к сожалению, в свой домик, то они сушатся обычно на столе. Кладу в горизонтальном положении. И все, они себе там спокойно сушатся. Ну, а эти кисти будут сушиться вот так вот в вертикальном положении. Обязательно ворсом вниз. Потому что таким образом стекает вся вода. И кисть намного лучше просыхает. Что ж, девчонки, всем спасибо большое за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь. Жмите колокольчик уведомления о новых видео. Если вам понравилось это видео, было полезно. К сожалению, сегодня без меня. Потому что я в таком неприглядном особо виде. Рассказывайте, ухаживаете ли вы за своими кистями. Ну, а мы встретимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!